друзья здравствуйте вы находитесь на канале дмитрия трофимова и я дмитрий трофимов сегодня вам расскажет офигенскую тему а тема называется методики и рекомендации как не разговаривать монотонно или как говорить с интересом чтобы тебя слушали внимательно и таких было как ты классно рассказываешь то есть мы сегодня будем с вами убирать монотонность да вот которая бесконечная когда хочется от этой монотонности не нужно нам это не нужно потому что не только хочется спать но и зануда да сразу же кажется что как будто ты зануда это мы будем с вами сегодня убирать понеслась первый пункт игра эмоций на моем канале есть видео по игре эмоций как играть эмоции даже если эмоций нет. Только что появилась ссылка. Посмотрите это видео. Внимательно посмотрите это видео и начинайте тренировать. Тренировать каждый день перед зеркалом. Может быть, когда вы ждете какого-то друга, который опаздывает. Может быть, когда вы в туалете сидите и в этот момент вы можете тренировать игру эмоций. Окей, это первая рекомендация. Второе. Об этом я ранее не говорил и будет еще дополнительная методика. Следующее видео о скорости речи. Скорость речи бывает разная. Медленная, когда вы говорите медленно. И на своем канале я уже говорил, в каких именно ситуациях нужно говорить медленно. Но также у вас должна быть средняя скорость речи и, конечно же, быстрая. В некоторых моментах нужно говорить очень быстро, потому что нужно что? Передать. Передать напряжение, которое сейчас возникло у меня. Я хочу это напряжение передать вам. А в некоторых случаях нужно передать состояние спокойствия. И что я никуда не спешу и могу немножко даже пофлиртовать с тобой. Надеюсь, что ты девушка, которая смотрит это видео. Ну, а кто смотрит парни, это не вам. Скорость речи очень важна. Она должна быть разной. Не должно быть одной скорости, потому что, опять же, это вызывает монотонность. Да, вы это у себя теперь исправляете. Следующее. Это паузы. В некоторых моментах, где вы хотите поставить акцент напряжения создать, вы замолкаете. А потом продолжаете дальше. То есть, ваша задача использовать паузы для напряжения ситуации, которую вы описываете. Может быть, историю какую-то вы описываете. Может быть, это какая-то важная информация. И вам нужно ворваться в помещение. Друзья, я хочу вам сказать правду. И все такие, что он хочет сказать? Почему он замолчал? Сейчас что-то произойдет, что-то произойдет. Паузы нужно использовать в качестве напряжения. Опять же, привлечения внимания. Следующая рекомендация – это ваша мимика лица. Если я буду постоянно вот таком с мимикой лица, то, конечно же, я унылая какашка. Поэтому мимика лица должна быть, когда вы играете эмоцию, когда испытываете эмоцию, вы показываете эту эмоцию. Раздражение показываете. Радость показываете. Любовь. Может быть, какое-то сексуальное возбуждение показываете. Неважно. Вы должны своим лицом это показать. Но помимо лица у вас есть еще руки. Руки должны тоже двигаться. Они должны что-то передавать людям. Они должны что-то говорить людям. Они должны переносить также ваши эмоции на людей. Руки должны действовать в тот момент, когда вы что-то говорите. И вы тоже уже не унылая какашка. Вы представляете? Помимо этого, у вас есть тело. С телом мы тоже работаем. Не бывает такое, что вы стоите, руками машете, лицо у вас тоже двигается, но тело не двигается. Если вам страшно, и вы рассказываете какую-то историю, которая вам страшна, вы можете сжаться, тело тоже работает. Если вы радостный и хотите передать свою радость, плечи распрямляете и освобождаете, да, вот это напряжение, потому что вы в этот момент победитель, да, вот это самое главное. То есть вы работаете так же телом. Если нужно, может быть, немножко пройтись, вы хотите какую-то походку показать какого-то человека, вы тоже это показываете, то есть работает ваше тело, это важно. Если вы сидите, тело в любом случае тоже работает. Не должно быть такого. Вот я сегодня пошел в магазин, купил хлеб, а после хлеба я купил молоко. А потом была очень интересная история, я должен рассказать. Я покупал туалетную бумагу, подошла женщина и говорит, это моя туалетная бумага, я ее уже застолпила, я смотрел на нее 10 минут. Не важно, какая у вас будет потрясающая суперская история, не важно, какая у вас будет потрясающая суперская история, если вы не показываете это руками и мимика лица, история говно. Поэтому, ребята, настраивайтесь на положение ваших рук и лица и телодвижения. И последняя рекомендация это, как вы думаете, что? Записывайте, записывайте. Это контакт глаз. Одно дело, что когда вы что-то рассказываете, вы можете иногда глаза уводить, да, это нормально, так и должно быть. Я с вами также общаюсь. Мы не всегда смотрим глаза человеку, когда что-то говорим. Мы задумываемся о чем-то, мы можем создать какой-то образ, мы воспоминания, да, заходим. И поэтому мы можем посмотреть сюда, можем сюда, но мы всегда контакт глаз возвращаем. Не бывает такого, что вы... Я сейчас тебе расскажу классную историю. Эта история такая классная, что нет, я смотрю на тебя, у меня глаза смотрят на тебя, да, у меня руки двигаются, тело двигается, эмоции на лице есть, эмоции в тоне, голоса есть, скорость речи у меня тоже меняется. И это все собеседника буквально в смысле слова придавит вашей мощной импровизации и отсутствием монотонности в голосе. Ребята, возьмите это все на вооружение. Вы записали это все? Я знаю, что Михаил точно записал. А Марина, а ты записала? Я хочу, чтобы записали все. И стали это применять. Некоторые видео будут еще по этой теме выходить, и вы сможете это уже записать более подробно. Но уже сейчас вы можете что-то сделать, чтобы убрать монотонную речь. И я напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть мой паблик ВКонтакте, у меня есть личная страница ВКонтакте и в Фейсбуке. Нужно поставить лайк под этим видео, если вы хотите продолжения таких видео, где я буду рассказывать уже о скорости, да, как нужно говорить быстро. Я буду рассказывать о жестах, жестах разных интересных. То есть, если вы хотите продолжения в этой тематике, ставьте лайк. Помимо этого, это еще не все. Нужно подписаться на канал, если вы хотите, чтобы я снимал еще больше видео по этой же теме или по другой любой теме. И нужно написать комментарий. Комментарий очень простой. Дима, я тебя люблю. Если вы стесняетесь это написать, вы можете написать свое имя и написать, я тебя люблю. Признайтесь себе любви. Если вы стесняетесь признаться любви себе, напишите того человека, которого любите. Напишите. Ну или можете еще задать какие-нибудь вопросы под этим видео, под теми видео. А может быть просто написать какой-то комментарий или поделиться своей историей. Я все буду обязательно читать. И пока. Пока. И это все собеседника. В буквальном смысле слова пришпинделивает. В буквальном смысле слова приштандуливает. В буквальном смысле слова прижимает.